Парки, фестивали и соревнования. Кировчане заявились на грантовый конкурс к юбилею города. Из 200 проектов выберут половину. Когда озвучат итоги? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Житель Воронежа пытался ограбить киоск на Кировском вокзале на глазах у очевидцев. Подробности рассказали в полиции. Снести, чтобы беда не повторилась. В рудничном прокуроры заставили власти демонтировать ветхий кинотеатр. Поводом послужил несчастный случай. Пришло время для охоты. В Кировской области приближается сезон, когда будет разрешена охота на медведей, где выдают разрешение. Такого Киров еще не видел. В Кировском цирке готовят премьеру нового шоу. Все внимание приковано к дрессировщику тигров. В чем его уникальность? Сезон окончен. Кировская родина завершила чемпионат очередным проигрышем. Главный тренер уже сказал, что думает по этому поводу. В Кирове появятся новые парки, детские спортивные площадки, арт-объекты и многое другое. Все это реализуют в рамках конкурса общественных инициатив «Город добрых соседей». Он приурочен к юбилею областного центра. На конкурс поступило более 200 инициатив. Еще 8 проектов комиссия приняла уже после окончания приема заявок. Чтобы решить вопрос об их допуске к конкурсу, 3 марта состоится координационный совет, сообщили в администрации города. Проекты, которые будут реализованы в Кирове, в этом году эксперты отберут не позднее 24 марта. Граждане проявили большой интерес к конкурсу, отметили в мэрии. Среди заявок есть проекты по озеленению территорий, созданию спортивных площадок, установке малых архитектурных форм и арт-объектов. Также поступили предложения по проведению фестивалей, конкурсов и выставок, связанных с историей города. На проведение конкурса областному центру выделены 50 миллионов рублей. На благоустройство общественных территорий грант составит 650 тысяч рублей. На организацию событийных мероприятий – 350 тысяч. Зашел ночью в здание железнодорожного вокзала, открыл торговый павильон и украл товар на сумму почти 9 тысяч рублей. 44-летнего ранее судимого жителя Воронежа снова ждет суд. Это кадры с камерой видеонаблюдения. На них видно, как мужчина размеренно подходит к ларьку, вскрывает к его предметам, похожим на отмычку, и достает сувенирную продукцию. Все это происходит на глазах пассажиров, ожидающих поезд. Товар падает на пол, но мужчина его поднимает, а потом спокойно уходит. Вскоре гастролера нашли сотрудники транспортной полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Старый кинотеатр «Комета» в поселке Рудничный Верхнекамского района снести. Прокуратура обязала местную администрацию лучше следить за аварийными объектами, поскольку они небезопасны. В заброшенное здание кинотеатра зашли подростки. Пол по 14-летним мальчикам провалился. Ребенок получил травмы. В прокуратуре выяснили, что местная администрация не законсервировала здание и не снесла его. А зайти туда мог кто угодно. Прокурор Верхнекамского района направил иск в суд, по результатам рассмотрения которого на администрацию муниципального района возложена обязанность снести аварийный объект. Установлен срок до 1 сентября 2023 года. Исполнение решения суда контролирует прокуратура Верхнекамского района Кировской области. Сезон охоты близко. С 21 марта в лесах Кировской области можно будет официально добыть медведя. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды региона. И уточнили, что сезон охоты продлится до 10 июня. Разрешения на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях будут выдаваться в порядке очередности. Их можно подать через единый портал государственных услуг, а также центры моей документы. Госпошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей. Сбор за пользование на добычу медведя – 3000 рублей. Охотиться разрешено в Афанасьевском, Богородском, Верхнекамском, Лузском и других районах. Ему аплодируют стоя в Кирове со своей программой. Приехал уникальный дрессировщик. Все знают, что зайти в клетку к хищнику – испытание далеко не для всех. Но каково это, если у тебя нет обеих ног? Об удивительном человеке Виталия Смолянца в нашем сюжете. Надо ли объяснять, почему выступления Виталия Смолянца собирают полные залы по всей стране? История жизни этого дрессировщика не может не трогать. В 2015 году на трассе он спас незнакомого человека, попавшего в аварию. При этом сам под колесами фуры лишился обеих ног. Виталий чудом выжил, был прикован к инвалидной коляске. На ней он и приедет в цирк, сразу из больницы. Не сможет больше без своих питомцев. Приехал, они как раз были в вольерах. И вот я заезжаю на коляске, и они как рыбки у аквариума сбились все. Толкают друг друга, по-своему штабу, бурчат, урчат, мурчат. И я не могу, я глажу, а она подбегает, друг выталкивает, что меня, меня. И там они по стенам бегали, по потолку. Ну просто смотришь на это, думаешь, нет, эту любовь львиную нельзя предать. Семья, родные, коллеги и даже незнакомые люди помогут дрессировщику. Все вместе собрали деньги на реабилитацию, дорогостоящие протезы. Но главное, помогли поверить в себя и даже вернуться в клетку к своим хищникам. Виталик, ну, наверное, на некоторое время потерялся. Я ему сказал, что у тебя есть уникальная возможность стать первым и наверняка единственным человеком в мире, в истории, дрессировщиком, который будет работать на протезах с хищными животными. Это интервью с Эдгардом Запашным записано в Кирове. Артист прилетел сюда специально к Виталию Смоленцу. Поддержать его и сейчас, а еще снять, теперь уже своего друга, для своей программы о настоящих мужчинах, примерах для многих. А удивляет Виталий Смоленец и сейчас, уже после трагедии, впервые за всю историю престижного всемирного фестиваля циркового искусства «Идол» он сумел собрать на нем полный комплект золотых наград. В моей жизни это один из самых сложных фестивалей был, который я видел. Именно в тот период, когда я туда попал, там очень большая конкуренция была. Гран-при на «Идоле» ни одна клетка не брала и до сих пор никто не взял. Поэтому я горжусь этим. Справедливости ради скажем, что новая программа в нашем цирке с 11 марта покажет кировчанам не только трюки львов и тигров. На арене выступят велофигуристы, именитая воздушная гимнастка, конечно, клоуны, а еще обезьяны и пони. Елена Чехомова, Александр Нестеров, Бюро новостей «Дайвича». Хоккейный сезон завершен. Кировчане на последнем месте. Во вторник, 28 февраля, Родина провела на своем поле завершающий матч. В соперниках был хабаровский «Сканевтяник». Игра завершилась со счетом 3-11 в пользу гостей. Это завершающее 24-е поражение кировской команды в чемпионате Суперлиги. Мы замыкаем турнирную таблицу, занимаем 14-е, последнее место. В копилке команды за весь сезон только две ничьи. На пресс-конференции после матча со «Сканевтяником» главный тренер «Родины» Игорь Коноплев официально подводить итоги сезона не стал. Поблагодарил болельщиков за поддержку даже при таких результатах и отметил, что сезон, каким бы он ни был, позволил набраться опыта молодой команде, которую сейчас клуб строит. Предыдущую команду, которая заевала медали, Владимир Дмитриевич неоднократно говорил, 10 лет строили команду эту. Это при том, что была очень хорошая поддержка и администрации города, и области, и строительства нового катка. То есть по инфраструктуре мы были, скажем так, в лидерах всей страны. Так что нам тоже хочется верить, что нас будут поддерживать. Ну что ж, будем ждать следующего сезона, надеяться и ждать. Наша участь такая, болельщиков и любителей хоккея. Любителям хоккея ждать осталось недолго. Уже в пятницу, 3 марта, в Кирове стартует чемпионат страны по хоккею с мячом среди команд, женских команд. Правда, их только три. Игры будут проходить на стадионе «Родина» до 8 марта. Болельщики надеются, что кировчанки покажут все, на что способны в этом турнире. Ну а я напоминаю, оперативно следить за новостями также можно в наших социальных сетях. Пишите, присылайте новости и видео. Номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите «Новости бизнеса» в 13.15 программу «Изи Биз». В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова